В минувшем турнире Анапчане заняли четвертое место в группе. В новом задача максимально порадовать болельщиков. Выходить и каждый матч играть, выкладываться, выигрывать. Особо нет никаких задач. По традиции команды на поле выходят вместе с юными футболистами. Турнир открывается в год, когда Россия будет принимать футбольное первенство мира. В Анапе построены тренировочные базы. Две спортивных площадки, довольно-таки замечательных, которые построены как будущее и как наследие для города Курорт Анапы, будут переданы нам сюда в муниципальное образование. И будет эта замечательная база, нисколько в этом не сомневаюсь, где будут тренироваться наши юные футболисты, которые сегодня займут достойное место, как смены наших футболистов, которые достойно выступали во всех чемпионатах. В активе воспитанников детско-юношеских спортивных школ города Курорта в минувшем году первое место на открытом первенстве Краснодарского края по пляжному футболу. Сразу четыре медали высшей пробы с открытого турнира в Крыму привезли анапские мальчишки. Уже в этом году минифутбольная команда города Курорта вышла в финальную часть первенства России среди юношей. В начале игры команды обменялись острыми атаками, однако уже ближе к середине первого тайма стало заметно, что инициатива постепенно переходит к анапчанам. Итоговый счет 3-0 в пользу команды города Курорта, но это еще только начало сезона. Основные баталии по-настоящему футбольного года еще впереди. Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.